Какие выплаты могут получить военные, после завершения войны, точный ответ. Пока война в Украине продолжается, все военнослужащие получают выплаты за службу. В свою очередь после завершения боевых действий и увольнения, со службы украинским защитникам, также выплатят определенную сумму средств. Кто и сколько может получить, рассказали на сайте армия. Информ. Кто из военных получит выплаты после войны. В соответствии с разделом 31, порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим, вооруженных сил Украины, и некоторым другим лицам, денежное довольствие в случае увольнения с военной службы, выплачивается всем военнослужащим, кроме срочников. Сколько планируют выплатить после войны? Выплата будет равна размеру денежного довольствия, предусмотренного для должности, которую занимает военный. Кроме того, в год увольнения военнослужащим, не использовавшим ежегодный основной отпуск или использовавшим частично, по их желанию предоставляется отпуск, с исключением из списков личного состава воинской части, и выплачивается денежное довольствие соответствующее, количеству дней отпуска, или выплачивается компенсация, за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска. Кроме того, прилагаются выплаты за дни дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы. Сколько можно получить за досрочное увольнение? Военнослужащим, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь, в размере 50% месячного денежного довольствия. Такая же выплата предоставляется в случаях. Увольнение с военной службы по возрасту. Сокращение штата или проведением организационных мероприятий. Истечение срока контракта. Непосредственное подчинение близкому лицу. Систематическое невыполнение условий контракта командованием. Наступление особого периода, и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим женщиной, имеющей ребенка, детей, младше 18 лет. Лица офицерского состава, которые проходят кадровую военную службу, и увольняются со службы по собственному желанию, другим военнослужащим, увольняющимся со службы по семейным обстоятельствам, или по другим уважительным причинам, и имеющим выслугу 10 календарных лет и более, выплачивается единовременная денежная помощь, в размере 25% месячной зарплаты. Лицам офицерского состава, лицам рядового, сержантского и старшинского состава, призванным на военную службу по призыву в связи с мобилизацией, при увольнении со службы, выплачивается денежная помощь в порядке и размерах, определенных постановлением Кабинета министров Украины. Ранее мы рассказывали, какой штраф может получить военный, за употребление алкоголя. Читайте также, на какие еще выплаты может рассчитывать военный после демобилизации.